40 человек остались без работы в Иркалыке. Это связано с приостановкой завода по переработке шкур. Предприятие, которое реанимировали три года назад, потеряло рынки сбыта, из-за чего его пришлось расформировать. Наталья Строкова продолжит тему. Чтобы сотрудничать с заводом по переработке шкур, Айгуль Усенова отучилась на курсах по государственной программе и получила грант на покупку швейных машин. Полгода назад перевезла оборудование домой. Заказов от кожевиного предприятия нет. Вот такие машинки нам закупили по гранту. В нашем цехе, который проработал два года, было 20 человек. Из кожи шили 10 видов продукции. Основное направление – спецодежда. Все очень нравилось, но в итоге пришлось закрыться. От предприятия перестала поступать оплата. Завод по переработке шкур в Иркалыке реанимировали три года назад. Вложили 600 миллионов тенге. Производили по 48 тысяч квадратных метров кожи в месяц. Основные рынки сбыта – Италия, Испания и Турция. Их начали терять во время пандемии. Остались страны СНГ. Сотрудничали недолго. Диаполитическая ситуация в мире сказалась на развитии данного предприятия. Он готов продукцию отгружал в Украину через Российскую Федерацию. Из-за потери поставщиков, покупателей предприятие сейчас приостановило работу. Около 40 человек остались без работы. Еще 20 работников швейного цеха потеряли стабильный доход. Приостановил деятельность и пункт по приему шкур, который сотрудничал с единственным на севере страны заводом-переработчиком. За счет грантовых средств 5 миллионов тенге этот цех по приему шкур КРС нам не было создано в 2021 году. Но, к сожалению, из-за приостановки работы, закуп шкур КРС не проводится. Предприятие, однако, он стоит законсервирован. Для того, чтобы перезапустить завод по переработке шкур, местные власти ищут новых инвесторов. Параллельно в промышленном секторе реализовывают три инвестиционных проекта на 350 миллиардов тенге.